Карты, кости, шашки, шахматы, монопол, домино, го, скрабл, менеджер, или менеджер это то же самое, что монопол. А вы играете в настольные игры? Или они давным-давно забыты где-то в чулане у мамы дома? Очень зря, кстати, потому что ЗОЖ это не только здоровое тело и дух, это еще и живой ум. А как, как не в настольных играх развивать его подвижность? Вот именно поэтому сегодня мы приехали на фестиваль настольных игр. Ну, не просто, чтобы вам пример показать, как всегда мы это делаем, но и чтобы посмотреть, как другие развивают свои извилины. Пойдемте посмотрим. Фестиваль настольных игр в приближайшем ворсовом трении свелся к одной настольной игре, которая называется Берсерк. Пока мы еще не выяснили, что это такое, но уже поняли, что это что-то для очень умных людей. Хотя собрались здесь одни мальчики, молодые, зеленые, с только пробивающимися усами и ярким взглядом, а все остальное пространство занимают, видимо, их родители или, может быть, соучастники и болельщики, которые играют тоже в далеко не классические игры, но явно менее интеллектуальные. Сейчас мы разберемся, что к чему, пойдем, найдем организаторов и выясним, что это такое за игры. Еще учащаясь в школе, мы с моим другом увидели впервые похожую игру, это некий законодатель жанра коллекционных статистических игр, где элементом является карточка, это игра Magic the Gathering. И увидев эти карточки, мы их просто начали собирать, коллекционировать, не играя. И пришла идея сделать что-то свое, мы сами нарисовали первый выпуск. Сами им играли и потом уже, закончившись институты, решили издать. Изначально, когда мы выпустили первый сет, там было 100 карточек. Люди начинают этим играть. Под это автор, я не знаю, Юля вам рассказывала, нет, у нас это Ник Перумов там пишет литературную часть, написал хоть начальную легенду. Потом история же мира продолжается, пишется новая легенда, под нее выпускается новый блок карточек, который продолжает идею игры. Есть онлайн-версия, причем она выпущена и в России, и в Италии, и в Германии. В Италии особенно популярна, и в России Копперсер. Это северный воин, который, приняв каких-то мухоморов, переставал чувствовать боль, и поэтому был особенно страшен в бою. Мне кажется, что у вас есть супер-редки. Это сокращено. Мы никому не расскажем. Это нарушает закон. Какой закон? Гоблинов? Да, нельзя. Я договорюсь с гоблинами. Можно мне супер-редких, парочку хотя бы? Нет, конечно. Я не умею играть, но я так сразу выиграю. Ну, приходите чуть попозже. Хорошо. Посмотрим, что я придумал. Хорошо, договорились. Спасибо. Так, мы не понимаем, что здесь происходит, и как вообще во все это играть. Мы решили попробовать сами научиться. Человеку с гуманитарным образованием познать эту науку невозможно. А ничего, что у меня одинаковые два толстых дядьки и два в шапке? Нет, это плохо, если перепутки, мы ставим вперед. Добрыня Никитич, вот, тоже хорош, с бородой. У меня подобралась очень хорошая команда. Она состоит из больших, толстых дядек. Я думаю, сейчас мы победим вот этих огненных лошадей и каких-то фриков. Вы понимаете, что это? Да, смотрю, что. А нет, не учиться надо. Как вы думаете, я выиграю? Мне кажется, я выиграю. У меня такие дядьки. Битых полчаса Юля пыталась объяснить мне смысл этой игры. В результате я потеряла всех своих самых мощных мужчин. Они все ранены. Я не знаю, что делать. Это какая-то безумная игра. Это для очень умных людей. Я достаточно творческий человек. Я иногда пишу некоторые новеллы, рисую. Ух ты, вы романтик? Да, что-то такое. То есть вы не забываете о существовании женского пола на земле? Да, конечно. Это прекрасно, это радует. Мы думали, что все люди, которые сюда приходят, женщинами не интересуются. Вы вообще в реальности существуете или в выдуманном мире? Друзей я даже не говорил про персервер. А сны вам снятся цветные? Наверное. Или эротические? Одно другом не решает. Прекрасно. Я чувствую, что здоровое поколение развивается на этих безумных играх. Я начал рисовать персерк. Вот, по-моему, наверное, с одним из первых вообще художников. Только-только он начинался. В чем-то надо отвлекаться. Нельзя все время там сидеть, зарабатывать деньги. Ну, то есть вы считаете, что это полезно для людей? Играть в такие игры, почитать такие фантастические? Дети играют, учатся на этом. Взрослые отдыхают таким образом. Для коллекционной карточной игры «Берсерк» выполняю разовую работу. По их предложению рисую различных персонажей в свободе от основной работы. А вы вообще фантазийным только в таком направлении работаете или не только? Нет. Я иллюстрирую в основном исторические книги. Как вы это думаете? Вообще люди, которые увлекаются этими играми, они не уходят в какой-то фантазийный мир? Все зависит от количества затраченного времени. Если это час или два в день, может быть, человеку в свободное время, возможно, это приносит какую-то пользу не меньше, чем шахтерный день. А как вы вообще считаете, реальность, она существует или это выдуманное тоже кем-то пространством? Реальность, в которой мы с вами сейчас общаемся? Вообще это реальность? Или, может, нас тоже кто-нибудь нарисовал? Нет, я думаю, что все-таки мы с вами существуем. Мы можем с вами друг до друга дотронуться. Потом мы можем с вами посмотреть в его глаза. Вы можете задать мне какой-то вопрос. Я могу попытаться на него ответить. То есть вы не считаете, что это чья-то фантазия? Я не считаю, что это чья-то фантазия. Скажи, пожалуйста, а ты девушку интересуешься? Да. Вот у нас есть девушка-оператор. Ее она хочет, чтобы пригласилась в кино. Ты пригласил бы ее в кино? Можно. Ты сделаешь что-то приятное. Хорошо, вот смотри, я тебе сейчас дам ее телефон. А ты можешь представить, сколько ты в сумме за 5 лет потерял времени, играя в эту игру? 5 лет. Так, сейчас, секундочку. 8 часов. 30. 30 раз в год. Вот на 3. 8. Около 600 часов. Тьила. Около. То есть. Там я-банки. Тьила. baseball entropy с лишним. Alejтор. . Там я много.